Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня мы вместе с вами будем распаковывать посылки с Алиэкспресс. И не забывайте, что каждое мое видео идет с маленьким обзором и, конечно же, примеркой. На этот раз посылок будет не так много, как обычно. Все потому, что у нас замедлилась работа почты и это очень заметно. Но, по крайней мере, каждая из этих посылок очень долгожданная. И я вам обещаю, распаковка будет интересной. Ну что, давайте приступим и начнем по традиции с верхней посылки. Она вот такая вот малютка и здесь внутри, по-моему, какой-то тюбик. Сейчас посмотрим, так ли это. Матовая помада, класс! Давно у меня не было матовых повад новеньких, как раз то, что нужно. Цвет вот такой вот нюдовый, очень натуральный, хорошая, кстати, качественная упаковка. Давайте понюхаем, потому что, зная мы их косметику, пахнет кокосовым. Очень даже съедобно. Ну что, давайте посмотрим, как это выглядит на губах. Помада такого карамельно-нюдового цвета. У меня в оттенке номер 11. Идет с удобным таким довольно большим аппликатором. Текстура очень кремовая и это непривычно, учитывая, что это матовая помада. Высыхает она за счет этого чуть-чуть дольше, чем обычно, но на губах не дает никакого привкуса. Вот для сравнения мой натуральный цвет губ на верхней губе, а нижняя губа у меня накрашена помадой. Как видите, разница небольшая. В целом, очень хорошо распределяется. Единственное, может подчеркивать трещинки. Цвет такой карамельно-кардашьяновский. На губах не ощущается, но немножко липковато. Следующий пирожочек уже пообъемнее. Сейчас посмотрим, какая у него начинка. И, ну-ка, офигеть, мои кисточки пришли, мои кисточки пришли. Как я их долго ждала, вы просто не представляете. Я заказала на Алиэкспресс очень много разнообразных кисточек разной формы. Посмотрите на это. От самых популярных в виде вот таких вот щеток, заканчивая какими-то очень странными экземплярами, конечно, мы все будем это тестировать. Но, наверное, лучше будет сделать отдельное видео. Следующая посылка очень мягкая, сложена в пять раз. И, скорее всего, здесь одежда. Вот она такая огромная. Давайте распакуем, посмотрим. Шелковые ленточки. И что-то положили в подарок. Метр? Серьезно? Вообще, мне лучше метр не давать в руки, потому что я сейчас начну мерить свои объемы. И то, что я там увижу, мне явно не понравится. Боже, какая красота! Аааа, посмотрите! Аааа, бантики! Боже, какая хорошенькая! В следующем пакете у меня, по-моему, халатик. Тоже вот такой вот шелковый, красивый. Ну что, время добавить немножко эротики к моим видео и приступаем к примерке. Ночнушка из легчайшей атласной ткани с таким очень красивым принтом на тоненьких бретельках, которые регулируются по высоте. У нее очень красивый подол, обшит ажурной такой тесьмой. И посмотрите на вот эти вот вырезы по бокам. Это просто гениально. Ткань хоть и синтетическая, но очень приятная к телу. Что очень странно, она не электризуется. У меня размер L специально взяла больше, потому что в них удобнее спать. Единственное, они могут закатываться во время сна. И сейчас у нас не очень хорошее отопление. И в ней точно будет прохладно. Ну, полежит у меня до весны. Халатик на мне выглядит вот так. Сделан он из такой плотной атласной ткани. Мне нравится, что внутри есть секретный такой ремешок. Потому что ткань очень скользкая и одним ремешком ее не зафиксируешь. Халат будет постоянно открываться, а вы будете постоянно дергаться. Поверьте мне. Очень минималистично. Халат прям классический черный. А борочка и поясок в цвете топленого молока. Вместе смотрится очень красиво. Следующий пакетик вот такой вот плоский. Еще одна кисть для макияжа. Серьезно. Честно скажу, такую кисточку я еще не встречала на просторах интернета. Обычно с такой ручкой идут кисти с антирическим ворсом, типа щетки. Но это идет с таким вот силиконовым овалом. Мне кажется, это что-то похожее на Siri Sponge. Очень странная на ощупь. Такое чувство, что на ней есть какая-то пленка, которую нужно снять, чтобы она была более липкая. Но нет. Ну что, давайте быстренько протестируем на руке. Здесь у меня немножко консилера. Попробуем его распределить по коже. Ощущение очень приятное. Но, как видите, покрытие не очень равномерное. Где-то снимает продукт, куда-то его переносит. И вот что, собственно, остается на кисть. Но в общем и целом, как видите, растушевалось очень даже равномерно. Откроем вот эту вот еще малютку. Ну, смотрите. Посмотрите на это. Это чехлы для телефона. Пришли мои. Офигеть, смотрите. Офигеть, класс. На это можно смотреть бесконечно. Вот так вот чехол выглядит на телефоне. Мне кажется, интереснее было бы, если бы телефон был серебряный. Выглядело бы поярче. Очень необычно. И все время страшно, что оно может разлиться. Но на самом деле там очень все безопасно сделано. Здесь у нас внутри плесточки. И такие, как будто маленькие бисеринки, синие. В следующей упаковке у меня тоже чехольчик. Ой, блин, классный. Смотрите, градиентный розовый. Хочу уже померить на свою малышку. Посмотрим, как это будет на ней выглядеть. Следующий чехол не менее интересный. На золотом цвете корпуса выглядит, как будто закат. На самом деле он прозрачный, с таким розовым градиентом. Сделан он из пластика, более такой жесткий. Очень минималистично, хорошо защищает телефон. Все прорези для кнопочки есть. И мне, например, очень нравится, как в нем выглядит мой телефон. Ну что, последняя посылка самая большая. Она выглядит вот так вот. И сейчас мы будем ее открывать. Это кофточка. Честно скажу, я черный очень редко ношу. Кофта сетчистая, такая толстая, плотная. И внутри к телу у нее такая велюровая вставка. На ощупь реально как мягкая игрушка. Офигеть, какая мягкая. Кофточка состоит из двух слоев. Первая, это вот такая вот тонкая сетка с ажурными вставками. И вторая, это как будто подкладка из велюровой ткани. Она как раз касается тела. Очень мягкая и приятная. И такое чувство, что вы находитесь в каком-то домашнем спортивном костюме. Это размер XL. И как видите, он сидит на мне в облепочку. В-обратный вырез с запахом. Предполагается, конечно, наличие большой груди. Но, шемаемо-темаемо, как кажут у нас на Украине. Хорошо подчеркивает талию. Она в меру длинная. Рукава вроде бы как три четверти. В общем, и целом смотрится мило. Я не очень люблю черный цвет в одежде. Вот почему мне немножко нелегко делать обзор этой вещи. Здесь что-то еще есть. Подождите-ка. Что-то еще. Давайте-ка откроем. В смысле? Это, по-моему, утягивающее белье с высокой посадкой. Это маленькая девчачья хитрость, которая позволяет неотразимо выглядеть в вечерних платьях или в одежде, которая сильно облегает тело. Ну что, давайте посмотрим, во что оно может превратить мою фигуру. И вот так эти шортики смотрятся на мне. Это мое первое утягивающее белье в жизни. Ощущение приятное, но как-то я себя не очень уверенно в этом чувствую. Я бы сказала, довольно неловко. Высокая посадка. Есть такие четыре ребра жесткости пластиковых, которые не позволяют трусикам скручиваться. На попе делает такой видимый эффект пушат. Конечно, это все нужно носить без белья, но честно, я так не могу. В общем и целом, неплохо мне поджало бока и живот. Сама ткань довольно тонкая и приятная к телу. А еще она очень круто растягивается, причем во все стороны. Поэтому в ней находиться удобно. На этом все. Вот такие вот были посылочки на этот раз. Если вам понравилось это видео или было полезно, не забывайте поставить пальчик вверх. Внизу под этим видео мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok